Всем доброе утро, друзья! Как ваши дела? Надеюсь, что всё хорошо. Сегодня у нас уже 16 мая, четверг. Привела детей в школу. Сейчас стою возле нашего старого дома. Вчера мне позвонили новые съёмщики с этой квартиры. Это те люди, которые приходили посмотреть квартиру до этого. Оказывается, они согласились и переехали уже в эту квартиру нашу старую. И женщина позвонила, сказала, что очень много писем на наше имя пришло. И как бы вам передать. Как раз я на днях хотела зайти в эту организацию, где мы снимали квартиру. И спросить, если на наше имя есть что-нибудь, письма. Вот мы согласились на сегодня на утро. Я сказала, в 9 утра я к вам приду. Она сказала, нет проблем. Вот я стою сейчас. Но, конечно же, ещё нет пока 9, только начало 9. Ну, я думала, сейчас, возможно, будет сейчас как бы взять. Но написала сообщение. Позвонила тоже два раза. Но никто не отвечает. Наверное, или же заняты, или же спят. Или же на работе. Поэтому сейчас, наверное, я поеду пока домой. И чуть позже уже обратно возвращусь и возьму письма. Надеюсь, ничего такого серьёзного нету. Чтобы, ну, как бы мы уже несколько недель переехали. Чтобы не затянулось. И там потом у нас проблем ничего не было. Так у нас всё по-старому. Школа, дом, спорт. Погода у нас тоже по настроению меняется. То жарко, то холодно. Вот сегодня, например, у нас прохладно с утра. Вчера ещё ночь лил дождь. Ещё всё мокрое. Ну, так прохладно. Ветер чуть-чуть есть тоже. До этого была жара, как всегда. Но опять вот меняется. Пока ещё не определилось, какой быть. На этой неделе у Машки соревнования. Пока не скажу, какой день. Заранее не хочу говорить. А так особенного ничего на этой неделе у нас нету. Прошлое воскресенье Розун наконец-то же отдыхал. Он полдня спал. Потом встал. Мы решили... Он хотел как бы убрать двор. Ну, конечно же, мы всей семьёй решили это сделать. Друг другу помочь. Чтоб что-то сделать. Но ничего у нас не получилось. Так как у нас, во-первых, нет специальных инструментов для двора. Там есть некоторые. Клопат, ограбли. Там, газонокосилка. Это, ну, всё равно не всё есть. Всё, что необходимо. Так как у нас, оказывается, во дворе сам в конце корни дерева, они вышли наружу. И корни очень такие толстые. И невозможно вообще ни газонокосилкой, ничем, даже пилой невозможно будет это всё отрубить. И по этим корням обросла трава. Такое растение, которое всё, знаете, по зданиям очень такое неприятное. И, в общем, не получилось у нас так особо почистить. Её чуть-чуть прибрали. Мусор собрали. Всё в одну кучу. Но всё не получилось почистить. Поэтому Рызу, я знаком, человек, который занимается вот этим всем. И он, наверное, попросит его пройти. У него есть специальные аппараты мощные. И он его попросит, чтобы он пришёл бы нам хоть один раз это всё почистил, перекопал. И потом уже мы сами займёмся дальше, чем нужно. Я Рызу сказала нас, что вот, чтобы поселить искусственный газон, просто нужно будет пообровнять эту площадь, в общем, чтобы земля была бы ром. И я надеюсь, что у нас это получится. Мне лучше, чтобы газон был бы искусственным, так как за этой травой вот это всё у нас не получится вовремя всё следить. Так как Рызу работает каждый день. И плюс так спокойнее будет детям тоже. Машка у меня вообще, вот как она в меня, я имею в виду то, что она маленькая мошка, муха, сразу она не может. Она до сих пор во двор одна не выходит. То там мухи не мешают, то ей там муравьи мешают, то ей пауки мешают. И я думаю, самый лучший выбор будет поселить искусственный газон. И на этом всё. В общем, сейчас я поеду домой, чуть позже повернусь. Надеюсь, я смогу взять свои письма вовремя. Уже я поеду, не буду здесь стоять. В общем, ребят, в общем, свои письма я взяла. Мне пришлось вернуться домой. Потом я пришла обратно к нашему старому дому. Звонила этой женщине, она не отвечала. Потом сообщение она открыла. Она как у меня высыпала на лице. И, в общем, как-то взяла я письма. Оказывается, её дома не было в это время, когда я первый раз подъехала. Но ничего, письма взяла. Теперь я пришла за продуктами закупаться. Я уже в один магазин зашла и вышла. Сейчас пойду я за мясом. Мясо надо будет взять. И думаю, всё. Так особо, такого очень много ничего мне не нужно. Но мясо сто процентов нужно. Погода неприятная. Такая прохладная. И, в общем, настроение тоже такое же. Вот вся я в этих сумках. Я люблю ходить по магазинам. В последнее время, в общем, мне это неприятно. Этим заниматься. Но другой выбора нету. Нужно. А то по-другому никак. В общем. Ребят, не знаю, почему. Мне в последнее время на лице очень сильно высыпала. Даже сейчас можно увидеть. Мелкие прыщики у меня. Не прыщи, а мелкий сып у меня на лице. Не знаю, от чего. Если у кого-то есть так же. Если вы чем-то это лечите свою кожу. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Обязательно. Потому что я... Мне ничего не помогает. У меня вот в этих местах. Тут, везде. В общем, сейчас так невинно. Если приблизить и на солнце посмотреть. Очень даже заметно. Маленькие... Такие маленькие, мелкие прыщики. Не могу понять, от чего. Не знаю, да. От усталости или от чего. Но сейчас уже тихо-тихо. Я прихожу в себя после всего. Но все равно, как бы, никакого результата. Я уже дома, друзья. Ну, конечно же, я пошла давно. Сразу просто пришел обедать. И сейчас я вкладываю вещи, продукты. Вернее, все, что накупила. То, что нужно было в холодильник, я уже все отложила. Осталось так. Фрукты, сладости. Я купила, в целом, ящик клубники в магазине Grand Free за 6, если я не ошибаюсь. Полная картинка этой клубнички. Я надеюсь, что она не будет испорчена снежу. Надо ее помыть. И тихо-тихо разложим. Хочу прибраться чуть-чуть в кухню. Так же купила я бананы. Это то, что из фруктов я взяла. Это все нужно будет поставить. Перемыть. Я, как всегда, здесь и три пакета мусора. Абрикосы. Нектари. Это все надо будет вывыть. Так что пока я это самое тесто оставлю. Купила я дыню. Я дыню кипела. Тут у меня зелень. Петрушка, кинза и укроп. Тогда положу сразу в холодильник. sóowed. Петрушка, кинза и укроп. вот такой бисквит для детей. Дети любят. Кроме этого я еще купила полный шипик салатный. Сейчас задумала, куда мне это все отложить. Лучше как положить номер один. Подключили клеточку в окне. Часы. И еще бумочки для детей по утрам кушают, простые без ничего. Тут у меня стекла, стеклянные руки, поэтому у меня по 10 целлофанов. Так, здесь поставлю. Этот шкаф, наверное, я сложу. Так, это все тут. Эти булочки, это все, чтобы не было. Так, я ее потом нарежу, чтобы они повели. Все это нужно перемыть. Сейчас хочу помыть газ, потому что жарили картошку, сосиски. Сейчас хочу это почистить. Газ. 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 Продолжение следует... 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 все фрукты я уже помыла тут клубничку тоже на друшляк положила чтобы на чуть подсохла текла эта вся вода кстати вся клубника была хорошая только две штучки а выбросил по что не чуть мягкие были и я взяла выбросил чтобы не отравиться я еще не пробовала я надеюсь она будет вкусная сейчас вместе с вами попробуем сладкая клубничка вкусно я думаю все равно я ее к вечеру уже обратно сделаю порежу вместе с ахам сделала потому что до завтра она не протянет в том смысле что если даже холодильник я положу она все равно уж и на завтра будет не такой как сегодня поэтому чуть-чуть дети покушают в таком виде а потом уже сделаю с сахаром с сахаром поедят сейчас я пойду себя порядок чуть приведу дом прибраны время пока есть свечу рано идти и чуть позже пойду уже за лёшка и потом уже за марией видео за машкой алька я уже привела сейчас за марией вас уже солнышко ребят у нас уже вечер девятый час вечера я обратно когда маша привела домой прибрала весь дом еще раз помыла полы потому что быстро у нас почту цепан и тут алик и сейчас решила я сварить спагетти пока раз придет плюс тут у меня шампиньоны я их посолила поперчила черным перцем и добавила масло сверху и потом положу печь печку не знаю что еще бы с этим сделать это уже когда распадет спрошу потому что ну что у меня спагетти поесть так как сегодня я вошла за продуктом у меня времени не было так что-то готовить это то есть мы все равно пусть что-то свежее приготовить и вот я решила сделать спагетти и грибочки испечь а завтра уже что-нибудь другой приготовлю у нас пока светло солнышко уже садится такой вид у нас с окна и сейчас тоже разум придет поужинаете скоро тоже дети уложу спать они тоже сейчас перекусят и пойдут отдыхать завтра кстати с утра по нормально вы должны привести наш новый диван мне пришло сообщение что завтра то обеда с 8 до 12 дня должна быть доставка я надеюсь что не помогут занести это домой хоть прохожую в первую я имею тут сразу где вход туда потому что не знаю если будет очень тяжело нет но знаю там три три посылочки а значит диван он конечно же по частям она будет его самим собирать я так рада вы себе не представляете хоть что-то новое наконец-то же наш диван будет выбросил упадет в муссо ненавижу на диван уже и я надеюсь что тот вам которая заказала подойдет этому дому и уже по цвету и стилю этого дивана я буду подбирать уже оформление для салли по для всего дома в общем так что вот так что завтра обязательно я засниму так что сиди но бог завтра а на сегодня уже закончу друзья сейчас это делаю это все все уложу спать я тоже пойду уже помоюсь моюсь и подожду разу и тоже отдыхать всем что хорошего вечера всем спокойной ночи кто не подписан подписывайтесь кто подписан всем большое спасибо что вы со мной вместе забудьте ставить лайки и кто ставится им тоже большое отдельное спасибо и до скорого друзья до завтра пока